Если она будет дома If she will be at home If she is at home Будет дома is at home Когда ты приедешь When you will come When you come Просто come Как только у меня будут деньги As soon as I will have money Что? As soon as I have money В чем дело? Почему без will? Будет, приедешь Ведь это явно будущее Почему в английском у нас настоящее время, а не будущее? А все потому, что эти предложения начинаются со слов When, когда If, если As soon as, как только И тому подобное Здравствуйте, сегодня у нас условное предложение Если точнее, предаточное или второстепенное предложение условия и времени Все эти предложения отвечают на вопрос Когда или при каком условии Они не существуют в речи самостоятельно А только в составе большого предложения Если погода будет хорошая, мы пойдем гулять If the weather is fine, we will go for a walk If the weather is fine, это предаточное предложение условия Оно содержит незаконченную мысль и отдельно не употребляется Поэтому рядом с ним всегда употребляется главное предложение, выражающее главную мысль Что мы будем делать? We will go for a walk Мы пойдем гулять Главное и предаточное могут меняться местами If the weather is fine, we will go for a walk Или We will go for a walk if the weather is fine Обратите внимание, что запятая разделяет две эти части предложения Только если первыми идут предаточные времени или условия Которые начинаются с when или if их союзников Главное предложение обычно в простом будущем времени Future simple А предаточное в простом настоящем Present simple When she comes, we will have dinner together Когда она придет, мы поужинаем вместе Как видите, англоязычное мышление отображает эту ситуацию несколько иначе Когда она приходит или в тот момент, как она приходит, мы поужинаем вместе Как бы момент готовности Как только она приходит, мы пообедаем As soon as she comes или when she comes Очень хочется сказать по аналогу в будущем, когда она придет When she will come Но нельзя Только в настоящем Я помогу тебе, если ты не расскажешь ей Переходим на англоязычное мышление Я помогу тебе, если ты не рассказываешь ей Такое у меня условие И озвучиваем на английском I will help you if you don't tell her Запомните не if you won't tell her А if you don't tell her Пока общее грубое правило для нас будет звучать так После when, if и их синонимов Will не употребляется После when и if употребляем present simple Позже я дам исключение из этого правила Но пока нам они не нужны Для начала потренируем слова, которые выражают значение когда и если В первую очередь это when, когда и if, если Ну и еще ряд слов, выражающих время и условия As soon as, как только He will call as soon as he is at home Он позвонит, как только будет дома Until, пока не I'll wait until she comes Я подожду, пока она не придет Unless, если не Unless you help me, I won't finish on time Если ты не поможешь мне, я не закончу вовремя Обратите внимание, в until и unless уже содержится отрицание в виде префикса on Поэтому добавлять отрицание not глаголу уже не нужно As long as, если или при условии You'll pass the test as long as you study hard Ты сдашь тест, если будешь усердно учиться Более формальное если On condition that, если или при условии что Providing that или provided that Тоже в значении если и при условии что I'll come to the party on condition that you drive me home Я пойду на вечеринку, если ты привезешь меня домой We'll be there at about 7, provided that there is a suitable train Мы будем там около 7, при условии что будет подходящий поезд Причем provided более формальное, чем providing That, как правило, опускается в разговорном английском Providing the weather is fine, we'll have a picnic on Saturday При условии что или если погода будет хорошая, мы устроим пикник в субботу Provided you study hard, you'll learn Spanish in a short time При условии что или если ты будешь усердно учиться, ты выучишь испанский за короткое время И последнее What if? Что если? А что если? А вдруг? What if he comes? А вдруг он придет? What if you need more money? А что если тебе понадобится больше денег? Давайте теперь потренируем эти слова и выражения отдельно Во избежание путаницы условимся называть on condition that при условии что, а provided или providing просто при условии If будет у нас если, а as long as только если Хотя напомню, что все эти слова и выражения можно заменить свои речи одним словом if Но носители языка точно не будут к вам обращаться только с помощью if Поэтому придется потренировать все его варианты Теперь начнем Когда When Если If Как только As soon as Пока не Until Если не Unless Только если As long as При условии что On condition that On condition that Если не Unless Unless При условии Providing Provided А что если, а вдруг What if Когда When Если If Как только As soon as Пока не Пока не Until Until Только если As long as А что если, а вдруг What if При условии что On condition that Как только As soon as Если If Если не Если Если If Если Until – как только. As soon as – если не. Unless – только если. As long as – при условии что. Unconditioned that – если не. Unless – при условии. Providing – provided. А что если? What if – только если. As long as – как только. As soon as – пока не. Until – при условии что. Unconditioned that – А сейчас давайте поработаем над новыми глаголами, которые будут использоваться в тренажерах. И чтобы не припоминать и не сбиваться, я предлагаю отработать их отдельно. Это поэтапный выход на уровень более свободного говорения. Но если вы хорошо знаете эти глаголы, смело пропускайте данное упражнение и переходите к следующему. Поехали. Поехали. втягивать, задействовать, включать в себя. To involve. Наполнять, заполнять. To fill. To fill in. To fill out. Увеличить, повысить. To increase. Уменьшать, снижать. To reduce. Принимать, соглашаться. To accept. Доказать. To prove. Интересоваться, задаваться вопросом, хотеть знать. To wonder. Толкать. To push. Причинить, вызвать. To cause. Описывать. To describe. Доказать. To prove. Уменьшать. To reduce. Интересоваться, задаваться вопросом. To wonder. Соглашаться. To accept. Покрывать. To cover. Заполнять. To fill. To fill in. To fill out. Повышаться. To increase. Вовлекать. To involve. Нести. To carry. Толкать. To push. Накрыть. To cover. Принимать. To accept. Вызвать. Быть причиной. To cause. Интересоваться. To wonder. Доказать. To prove. Задействовать. To involve. Заполнять. To fill. To fill in. To fill out. Увеличить. To increase. Нести. To carry. Понижать. А сейчас потренируем по отдельности только части предложения, в которых употребляются союзы when и if, а также их синонимы. Например, в задании будет только фраза «Как только вы будете дома», и вашим ответом должно быть «As soon as you are at home». Целью этого упражнения есть приучить вас к тому, что вы должны употреблять настоящее время после when, if и им подобным. В задании будут звучать формы будущего времени, но вам их следует переводить на английский формами настоящего времени. Приступим. «Когда они будут готовы», «When they are ready», «Пока температура не упадет», «Until the temperature reduces», «Если он захочет увидеть меня», «If he wants to see me», «Только если у меня будет время». «Пока вы не будете уверены», «Until you are sure», «Если ты согласишься», «If you accept», «Когда ты будешь свободен», «When you are free», «Если он нажмет кнопку». «If he pushes the button», «Как только это случится», «As soon as it happens», «Если вы толкнете машину», «If you push the car», «Пока он не докажет это», «Until he proves that», «Если он не согласится», «Если он не согласится». «Unless he accepts», «Пока цена не упадет», «Until the price reduces», «При условии, что они будут нести сумки». «Если вы не накроете кастрюлю крышкой». «Вы не накроете кастрюлю крышкой». Как только вы заполните форму, если это не покроет расходы. Когда погода будет хорошая, а вдруг это причинит кому-то вред? А что, если это причинит кому-то вред? Если она вовлечет в это детей? Как только у нас будут деньги, при условии, что они не повысят цену. Только если она примет наши условия. Пока он не придет. Если это не вызовет никаких проблем. Только если ты обещаешь вернуться до полуночи. Пока они не снизят налоги. Если вам будет интересно. Как только ты задействуешь, привлечешь их. При условии, что ты заправишь машину. Пока я не смогу вернуться. Как только они заплатят. Если это не причинит им вреда. Теперь давайте соединим главное предложение с предаточными, над которыми мы только что работали. Если подвезешь меня на вечеринку, я заплачу за бензин. Я помогу, если ты докажешь это. Если толкнете сильнее, дверь откроется. Мы согласимся на это, когда будем полностью уверены. Дверь не откроется, пока вы не толкнете ее сильнее. Если будешь хорошо учиться, ты сдашь свои экзамены. Если вы уедете, то вы уедете свои экзамены. Я уеду, как только приедет бабиситтер. Он купит машину, как только цена снизится. Если завтра не будет дождя, мы пойдем на пляж. Мы снизим цену при условии, что они уменьшат налог. Ты не сдашь экзамены, если не будешь хорошо учиться. Он покроет расходы, только если вы согласитесь на его условия. Он покроет расходы, только если вы согласитесь на его условия. Я позвоню тебе, как только закончу работу. Если ты втянешь меня во что-то подобное, я не останусь здесь больше. А что, если я вскоре получу хорошо оплачиваемую работу? Я подожду, пока вы не вернетесь. Если они предложат ему эту работу, он согласится на нее. Мы пригласим Эмили, если она не будет занята завтра. Джон пойдет на работу, если будет чувствовать себя больным. Когда пойдет дождь, ты промокнешь. Если Салли опять опоздает, я уменьшу ей зарплату. Мы полетим в Аргентину при условии, что они не повысят цены на авиабилеты. В главном предложении обычно используется будущее время. Но также могут быть и другие варианты. Давайте их рассмотрим, и я приведу примеры. Повелительное наклонение. Например, скажи, позвони, приходи. Если ты увидишь Донну, расскажи ей все. Позвоните мне, как только освободитесь. Как только вы есть свободны. Модальные глаголы, особенно can и may. Can – это может, возможность или разрешение. Ты можешь опоздать или быть опоздавшим, если не поторопишься. Я смогу сделать это, когда вернусь. May – это может, формальное обычное разрешение. Он может пойти на вечеринку, если пообещает вернуться до полуночи. И, как я и обещал в самом начале, немного дегтя в бочку меда. Исключение. Не всегда после when и if употребляется только настоящее время. Есть случаи, когда нужно употреблять будущее. Если придаточное предложение с when отвечает на вопрос что, а не когда, следует употреблять will. Например, я не знаю, когда они приедут. Задайте вопрос после я не знаю ко всей части предложения. Я не знаю, что или чего. Какой информации я не знаю. Ответ – когда они приедут. Поэтому нужно будет сказать will. I don't know when they will come. Ну а если у нас вариант я позвоню тебе, когда они приедут, попробуем задать вопрос вдогонку после я позвоню тебя. Когда? Само собой напрашивается. Значит, will здесь не будет. I will call you when they arrive. Обычно will употребляется в случае с when и if после таких выражений, как, например, I don't know, не знаю, I doubt, я сомневаюсь, I wonder, интересно, I'm not sure, я не уверен. If в этом случае переводится с помощью частички ли. I don't know if they will arrive. Я не знаю, приедут ли они. Я не знаю, что, а не если. We doubt if he will come in time. Мы сомневаемся, что он придет вовремя. I wonder if they will call tomorrow. Интересно, позвонят ли они завтра. I'm not sure if she will pay. Я не уверен, заплатит ли она. Я добавлю такие предложения в следующий тренажер, чтобы разбавить нашу тему. Останавливайте и жмите на паузу и анализируйте каждое предложение. Разбирайтесь в деталях, а потом повторяйте его столько, пока не достигнете определенной свободы. Не забывайте про слитность, не делайте пауз между словами. Ну а теперь, here we go. Если вы попросите ее о помощи, она вас проигнорирует? Можешь пойти на вечеринку, если только вернешься к полуночи? Я хочу посмотреть этот фильм, если я вернусь домой к 11 часам. Я не знаю, вернусь ли я домой к 11 часам. I don't know if I'll be back home by 11 o'clock. Мы прибудем на вокзал, когда придет поезд. We'll arrive to the station when the train comes. Мне нужно знать, когда приедет поезд. Мне нужно знать, когда приезжает поезд. I need to know when the train comes. Я женюсь на ней, если она согласится. Интересно, согласится ли она? I wonder if she will accept. I wonder if she'll accept. Если увидишь Донну, расскажи ей все. If you see Донна, tell her everything. Ты можешь опоздать, если не поторопишься. You can't be late unless you hurry up. If you don't hurry up. Если не поторопишься, ты пропустишь или опоздаешь на автобус. If you don't hurry, you'll miss the bus. Интересно, нужно ли будет мне носить с собой документы? I wonder if I'll need to carry documents. Я смогу сделать это, когда вернусь. I can do it when I come back. Если я позвоню вечером, ты возьмешь телефон? Он может взять машину, если только пообещает вернуть ее до выходных. Что будешь делать, если пропустишь, опоздаешь на самолет? Я скажу ей, как только увижу ее. I'll tell her as soon as I see her. Я не знаю, увижу ли я ее снова. I don't know if I'll see her again. Если Том заболеет, он останется дома. If Tom is sick, he'll stay at home. Позвоните мне, как только освободитесь. Если вы опоздаете, мы не успеем, пропустим автобус. If you are late, we'll miss the bus. Мы сомневаемся, что он уедет завтра. Ты заберешь, подвезешь меня, когда я закончу работу? Will you pick me up when I finish the work? Она не уверена, покроет ли это ее расходы. She's not sure if it will cover her expenses. Если будет холодно, мы не сможем играть в теннис завтра. If it's cold, we can't play tennis tomorrow. If it's cold, we won't be able to play tennis tomorrow. Если ты съешь целую пиццу, тебе станет плохо. If you eat the whole pizza, you'll get sick. Интересно, позвонят ли они завтра? I wonder if they will call tomorrow. Если толкнешь собаку, она тебя укусит. If you push the dog, it will bite you. It'll bite you. Ты пригласишь ее, если она не будет занята? Will you invite her if she isn't busy? Я не уверен, заплатит ли она. Я заправлю машину, если она заплатит. I'll feel the car if she pees. Молодцы. Вы должны добиться того, чтобы эти предложения автоматически слетали с языка. Вы не должны их конструировать в голове. Положитесь на вашу интуицию. Многократные повторы усилят вашу интуицию и реакции. Вначале разбивайте упражнения на блоки по одной минуте и прогоняйте их несколько раз, пока не почувствуете себя увереннее. И только потом прогоняйте все упражнение целиком. Проговариваем фразы и предложения слитно, без пауз между словами. Не быстро, а слитно. Слитно можно говорить и медленно. Чтобы говорить быстро и бегло, сначала нужно научиться говорить медленно и слитно. Поэтому останавливайтесь, анализируйте и проговаривайте сначала медленно, потом с наращиванием темпа. Столько раз, сколько нужно, пока не достигнете относительной свободы и легкости. Так что подписывайтесь, кто не подписался и жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе нового видео. Смело ставьте лайк, если видео вам понравилось. Пишите в комментариях ваши отзывы, замечания, вопросы и предложения. Я обязательно постараюсь на них ответить. И никогда не сдавайтесь. Все, что вам нужно, это речевая практика, которая симулируется на тренажерах. А на сегодня все. До встречи в новых видео.